Минута 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 Здравствуйте, уважаемые телезрители. Итак, Бэтбум Лига Чемпионов по свободной пирамиде. И это уже полуфиналы. Сегодня и завтра мы узнаем имена финалистов. Да, действительно, скоротечный турнир. Он подходит к своему завершению. Но это же самое вкусное, самое интересное и в прямом эфире на Матч ТВ. Сегодня встречаются Диана Миронова, 11-кратная чемпионка мира и 5-кратный чемпион России Олег Яркулев. Давайте ближе знакомиться с нашими сегодняшними героями. Диана, поздравляю тебя с Новым Годом, с прошедшим Рождеством. Как ты провела эти праздники? В тренировках. Готовилась к сегодняшнему матчу. И даже не праздновала? Не, ну конечно праздновала. Я же нормальный человек. С 31-го на 1-е. А потом все. Молодец. У тебя этот год будут какие-то новые планы, какие-то высоты, которых ты еще не достигла? Ну конечно, у меня их всегда много. У меня даже если есть какие-то победы на турнирах, я стараюсь их еще раз попытаться выиграть. Поэтому планов много. Посмотрим, как он сложится. Ты уже была в полуфинале. В финале еще нет. Хочешь попасть? Что ты будешь для этого делать? Я не хочу попасть. В финал не хочешь пройти? Ну конечно хочу. Как может быть такой вопрос? Понятное дело, что хочу. Я к этому готовилась, тренировалась. Я желаю тебе удачи. Спасибо. Олег, я тебя тоже поздравляю с Новым годом, с Рождеством. Как ты провел эти праздники? Отдыхал, тренировался. У тебя был очень сложный матч с Дмитрием Шкодой, которого проигрывая 1-4, ты смог выйти в полуфинал. Как это получается у тебя? Как ты это делаешь? Приходится иногда собраться и выдать свою игру, которую я могу показать. То есть это сила характера? Ну, можно так сказать. Букмекеры больше уверены в победе Дианы Мироновой, чем твоей. Как ты будешь доказывать свою уверенность в игре? Опять же, постараюсь сыграть свою игру, а кто сильнее, игра как раз таки и покажет. Удачи тебе. Спасибо. Ну, не принято, конечно, говорить о возрасте девушек, но в данном случае все-таки мы говорим о спортсменах, поэтому не оставили эту строку пустой у Дианы Мироновой. Она еще далека от тех возрастов, когда можно задумываться о том, чтобы о них не говорить. Но, тем не менее, список титулов ее огромен. И в нем, наверное, действительно одна из главных пустот. Это вот, может быть, победа на таком турнире, как Бэтбум Лига Чемпионов. И для того, чтобы разобраться во всех тонкостях этого поединка, у нас, как всегда, в студии наш суперэксперт, мастер спорта международного класса, Чемпионка Мира, Александра Гизлс. Александра, добрый вечер. Добрый вечер, Игорь. Здравствуйте, уважаемые зрители. Прекрасное начало полуфинала мы сейчас наблюдаем с места в карьер. Да, Олег удачно разбил. И мы вот смотрели его статистику. Он три матча на этом турнире провел, потому что в одном из них был не так убедителен. Но от матча к матчу Олег словно бы набирал форму по ходу турнира. И начальный удар удавался ему все лучше и лучше. Да, в последнем матче реализация вообще фантастическая. 5 из 6, то есть 83% — это редкий случай такой реализации начальных ударов, в отличие от первых двух матчей, когда реализация не была больше 16%. То есть только по одному начальному удару получалось сделать у Олега. Результативному. Результативному, да. Ну вот сейчас непростой был удар, и мы видели, как биток подскочил даже немножечко. Немножко изменил свою траекторию. Но тем не менее вышел на ту позицию, которая нужна была Олегу. Он продолжает серию. Продолжал. Ну и неожиданно эта серия прервалась на несложном ударе. Единственную сложность добавил Олег сам себе, ну и абсолютно оправданную. Это подбой пирамиды, который мы наблюдаем. Получился подбой для Дианы. И очень неплохой подбой для Дианы. Да, мы, конечно, долго будем вспоминать вот этот камбэк, о котором был упомянут в интервью. 1-4. Олег проигрывал к большому перерыву Дмитрию Шкоди. И в итоге 7-5 выиграл матч как раз за выход в полуфинал. Ну и вот в этом матче такие ошибки поначалу, как он допускал с Дмитрием Шкоди, ему нельзя допускать. Потому что все-таки Диана Миронова игрок, который подпитывается ошибками соперника, которая еще больше набирает своей уверенности, когда соперник не точен. И тут, конечно, надо быть предельно сконцентрированным с первых минут матча. Да, но вот сейчас такая ситуация получается, что Диана исполнила непростой удар, сделала подбой. И мы видим, что после этого подбоя ничего, не то что не упростилось, а более того, сейчас нужно прикладывать усилия, мягко говоря, чтобы исполнить вот этот шар. В середину, конечно. То есть такой угол захода у него не самый приятный, еще и резко присутствует. Ну это никак не повлияло на точность Дианы. И более того, после этого отскока получился классный выход. Ну вот здесь уже позиция, конечно же, упростилась. Можно в эту лузу и закончить при определенном раскладе. Но вот сейчас немножко сильновато сыгрывает Диана. Уже катнуть становится сложнее, но по-прежнему возможно. Не факт, что это сейчас лучшее решение. Можно попробовать сделать подбой, опять же, этих шаров, в надежде, что этот подбой будет более успешным, чем предыдущий. Это все-таки играет в этот угол. Да, мы видим нижнее вращение. И видим оттяжку вместо подбоя. Ну и зато теперь вот из этой группы, из редка вот этих шаров, да, вот 11-й, прекрасно, им можно сыграть. Да, причем сейчас исполняла Диана немножко сильнее этот удар. Предположу, что в расчете подбить как раз-таки бортового, чтобы он еще прикатился к лузе. Потому что если бы этот шар не был препятствием, то, скорее всего, удар был бы выполнен тише. Ну вот как и сейчас, то есть попала в шар, не совсем под тем углом, под которым прицельный выкатился бы ближе к лузе. Сейчас чужой нарезки, конечно же, он не самый сложный, но и не даром. Группа поддержки с первых минут аплодирует Диане буквально за каждый удар. И наверняка ей это приятно, еще стимулирует еще лучше играть, делать более сложные, красивые удары. Ну, говоря об игре Дианы, мы не раз упоминаем важность того, с каким настроем, с каким и настроем, и настроением пришла она на этот матч. Потому что помню и не самые такие успешные для Дианы матчи, которые ей самой, наверное, вряд ли захочется вспоминать. И в то же время были матчи с невероятным характером. И вот на этом турнире, я бы сказал так, что Диана очень ровно и как бы по нарастающей вот эти два матча сыграла. И у меня такая вот очень большая уверенность в том, что она именно на этот турнир делает такую определенную ставку и очень хорошо готовится к матчам этого турнира, что, конечно же, очень-очень приятно. Ну, первая партия осталась за Дианой Мироновой. Статистика этого матча, этой партии, ну, пока о времени на удар и количестве своих, чужих, наверное, в первой партии особо долго рассуждать не будем. Просто констатируем, что стоило только Олегу ошибиться. Диана была тут как тут. И следующую партию будет начинать она. Ну, и видим мы участников завтрашнего, одного из участников завтрашнего матча, Арбиму Циева. Ему играть против Дастана Лепшакова. Интересно, что Дастана мы не видим. Дастан тоже находится в зале, его обязательно покажут, я уверена. Но да, тут интересный вопрос, пришли ли ребята за кого-то поболеть или просто посмотреть на возможного соперника в финале. Ну, или просто полюбоваться хорошей, классной игрой, что мы с вами, уважаемый телезритель, делаем. Итак, начальный удар Дианы Мироновой во второй партии. Мы наблюдали кусочек разминки Дианы, в котором она реализовывала начальный удар. Причем, мало того, что реализовывала, то еще и пирамида практически оставалась нетронутой, что такой не каждый спортсмен пользуется именно таким разбоем. Но сейчас этот удар явно не получился. Мы видим, что Диана перебила, видим, что биток отскочил в пирамиду. И помимо такого толстого соударения, еще и обратный отскок. Ну, и в этой ситуации Олегу будет непростительно не закончить эту партию с Киа. Тем обиднее ошибка в предыдущей партии. Но это, конечно, не к тому, что надо об этом думать. Наоборот, как раз это вообще противопоказано вспоминать, что было в предыдущей партии. Но, по крайней мере, одно мы можем констатировать точно. Аплодисментов Олегу достается гораздо меньше. Любопытно, что и у букмекеров, ну, вот об этом тоже шла речь в интервью, что букмекеры с достаточно большой разницей оценивали шансы в пользу Дианы Мироновой, как-то, в общем, почти не веря в Олега Яркулева. Безусловно, по титулам, по громким титулам, по победам на самых крупных турнирах с Дианой вообще в мире мало кто может сравниться. Но, тем не менее. Предположу, что акцент еще был на турнирном пути именно этого турнира, и как проходил его Олег по сравнению с проходом Дианы. Ну, только лишь делать ставку на то, что Олег в первом матче был разгромлен Никитой Володиным. Ну, самое главное... А Диана? Да, Диана, безусловно, одержала хорошие победы. Она обыграла Азиза Мадаминового 5-3, потом как раз Никиту Володина 6-5 в борьбе, в трудовую. Такие были матчи. Тоже проигрывала по ходу поединка с Азизом Мадаминовым. Тут вопросов нет. И как бы, ну, в игре Дианы никто не сомневается особо. А вот Олега, мне кажется, недооценили. Ну, посмотрим, посмотрим на течение матча. По крайней мере, ответный ход он сделал. И очень четко провел эту партию. И закатился под стол. Всего лишь две минуты, по сути, ему понадобились на то, чтобы выиграть эту партию. Ну, понятно, да, нашел хороший ход и практически всю партию в одну лузу собрал. Правильный был. Значит, первый удар вступительный. А дальше уже все было очень уверенно. Ну, Олег всегда предельно прячет свои эмоции. По его лицу невозможно судить о том, что происходит в матче. Выигрывает он, проигрывает. Идет равная борьба. Ну, вот, кстати, в одном из матчей нижней сетки, по-моему, как раз-таки в последнем, в последнем матче, когда Олег играл против Дмитрия и проигрывал ему 1-4, а потом, когда он восстановился, вот тогда по лицу можно было предположить, что какое-то воодушевление присутствует. Ну, что-то хорошее происходит в его жизни. Ну, да, соглашусь, соглашусь. Ну, мы рассказывали уже, ну, это правда, в основном во время предыдущего турнира летнего, прошлогоднего, уже теперь можно говорить так, турнира, что у Олега есть еще одна спортивная страсть. Он очень высокого уровня автогонщик компьютерный. И даже участник программы SMP Racing, одной из ведущих российских гоночных команд, которая, ну, и на реальных автомобилях гоняется. И есть у них программа для компьютерных гонок. И, в общем, Олег очень серьезные турниры выигрывал. Серьезные гонки. Там тоже требуется твердость руки. Не могу не отметить твердость руки Олега на предыдущем ударе. Мы видели блестящий выход. Три борта к себе. Не задел шар, который стоит чуть дальше пирамиды. Наверное, это была основная сложность. Ну, и плюс важнейший был удар, потому что в случае промаха 90%, что прицельный шар вернулся бы в пирамиду. И мало того, что Олег его забил. Он сделал идеальный выход. Ну, и сейчас пожинает плоды одного удара. Ну, и, наконец-то, мы слышим, что эти удары начали ценить зрители в экспоцентре на Красной Пресне, где проходит этот турнир. При желании, я думаю, что можно еще успеть оказаться и зрителям или завтрашнего полуфинала, или финала, который будет сыгран в следующий понедельник, 16-го числа. Попытка мягкого перевода в противоположный угол. Было небольшое правое вращение, и биток при этом попал в короткий борт. Вот если бы при том же самом размере, при том же самом вращении биток попал бы в короткий борт, то остановился бы гораздо ближе к лузе. Далеко тянуться находится. Но, тем не менее, все идеально. Мне кажется, что вот эта вот ошибка Олега на третьем ударе в первой партии, ну, это какая-то, в общем, случайность, которая не подтверждает никакие правила. То есть настрой у Олега, мне кажется, очень серьезный и очень хороший. Да, и подготовка, мы видим, что именно максимально подходящая ему. В отличие от некоторых других матчей, после которых Олег сам говорил, что он был перетренирован. Ну, это первый матч против Никиты Володина, прежде всего, когда действительно Олег был не похож сам на себя. хотя мы знали, что очень много тренировался. Ну, и потом, в общем, сам Олег признался, что вот это немножечко перебором, с перебором получилось. Ну, здесь были праздники, здесь сложно было перетренироваться. Ну, это было прям даже такой восклицательный знак в конце партии. Жирная точка. Хороший темп. Ну, и мы не сказали об одном отличии предыдущих матчей, которые мы наблюдали с вами, и полуфинальных баталий. Все-таки отдавая дань значимости этих матчей, организаторы предусмотрели больше времени на их проведение. Если предыдущие поединки все продолжались ровно 85 минут, то этот матч будет продолжаться на 30 минут дольше. 115 минут. И у нас будет два больших перерыва после пятой и десятой партии. Все. Весь остальной регламент. 35 секунд на удар. Первый удар после разбития пирамиды 60 секунд. И один раз за партию игрок может взять дополнительные 30 секунд на удар. Все это осталось без изменений. Ну, вот. Отличный начальный удар от Дианы. Хотя, с таких откровенных вариантов, правда, для продолжения надо еще искать. По-моему, только есть один чужой. В середину? Нет, в тот же угол, в который разбивала. А, в середину еще один, да, увидела сейчас. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, какие-то кардинальные улучшения позиции еще понадобятся. Да, вот это неудачный выход, не получившийся. Потому что в случае перевода в угловую лузу многовато было левого вращения, а в случае подбоя пирамиды или хотя бы бортовых шаров, очень тихий удар. Вот еще отыгрыш. Диана сама пошла на тактические осложнения в этой партии. Ну что ж, посмотрим. В принципе, не так часто мы видим подобные отыгрыши, при том, что еще так много шаров на столе. Неужели Олег смотрит свой в отскок? Очень похоже. Очень похоже, что смотрит, но не очень похоже на его стиль игры. Что рискует, что идет на не стопроцентный удар. Да, как будто бы не он только что две партии с Киа сложил, а ему сложили пять, и надо уже делать хоть что-то. Но, с другой стороны, играя против такого мастеровитого игрока, как Диана, не стоит ли думать о том, что такого игрока надо чем-то удивлять, надо чем-то шокировать? На мой взгляд, вот об этом думать точно не стоит. И эти мысли могут только помешать и добавить напряжение, которое абсолютно не нужно, потому что ты хочешь удивить и шокировать, один раз не получается, второй раз не получается, на третий уже на простом ударе ручка подзажмется. Да, и на третьем ты уже проигрываешь пять партий. Конечно. Вот интересно, какое решение сейчас будет Диана принимать в плане выхода, потому что мы видим небольшую резку. Просто группа в полосатых попальниках вся на борту выстроилась. Да, но я предположу, что это была все-таки попытка под чужого. В идеале, конечно, под прямого выйти, но, в принципе, под чужого. Нет, на секрину не выкатится. Ну да, и свой в центр тоже выглядит очень непростым. Вот сейчас Диана рассматривает свой угол. Там очень важный момент, слеплены ли два вот этих шара прицельных вместе с единичкой. Между ними есть расстояние. Это она отыгрывается. Ну вот сейчас как раз мы можем рассмотреть все в подробностях. Вот эту группу из семи шаров, которые на коротком борту сложились. Да, и несмотря на неудачный отыгрыш Дианы и на практически прямой чужой в центр, который она поставила, Олег этим шансом не воспользовался. Хотя удар не самый сложный, и опять же можно было бы делать выход. Мое личное мнение, что как раз-таки вот предыдущий удар, который исполнял Олег, вот слегка его разбалансировал. Потому что удар был нетипичный, ну и последствия тоже. Шесть шаров. Ой, то есть не шесть, а стало шесть шаров у Дианы после прошлого удара. Еще один отыгрыш. Уже третий в этой партии, что не характерно. Да, для Дианы Мироновой, мне кажется, совсем не характерно. Миронова 7-0. С другой стороны, она ведет семь шаров, и вот группа из шести шаров так стоит, что даже если она отдаст один-два шара сейчас, ну все равно без подбоя, без того, чтобы что-то с этой группой делать, Олегу не обойтись никак. И можно рассмотреть чужого вдоль длинного борта. Еркулев 1-7. Ну, Диана принимает решение играть дальнего свояка. Идеально. Да, без теми сомнения подошла и исполнила. В общем, ответила, можно сказать, Олегу Еркулеву на его дальний свой в концовке. Ну, третий, соответственно, партии, второй, которую выиграл Еркулев. Ну что ж, и равный счет 2-2. Очень спокойно, очень уверенно в себе Диана Миронова. Ну и, может быть, и поэтому еще тоже букмекеры ее шансы на победу оценивали выше. Сейчас даже эта разница в котировках, несмотря на равный счет, даже подросла. Две ошибки Олега стоили двух партий. То есть, дорого обошлись. Ну, посмотрим, изменит ли он свою тактику в следующих партиях. Будет ли исполнять такие же удары или все-таки будет немножко осторожнее. Да, ну, действительно, можно было где-то в этой партии тоже попробовать посоревноваться с Дианой в умении отыгрываться. И на какие-то удары, может быть, и не идти. Ну, вот, после серии из пяти шаров. Там уже на... В тот момент, когда Диана семь шаров вела, это, наверное, уже было практически бесполезно. А вот до этого еще, наверное, был шанс. Да, я соглашусь. На мой взгляд, все-таки вот этот свояк от пирамиды, он решил судьбу матча. Ой, не матча, партии-партии. И вот первый нерезультативный разбой от Олега. А мне казалось, что он в другую сторону разбивал в первых партиях. Нет? Нет, Диана разбивает налево, а Олег разбивает направо. Так вот сейчас Олег-то разбивал. А, ну, от себя. Ну, от Олега, от себя разбивал направо. Значит, я был невнимательный. Интересный момент насчет разбоя. Когда правши разбивают в левую лузу, то часто крайний шар на сильном достаточно ударе прикатывается... Вау! ...прикатывается обратно в угловую лузу. И зачастую после этого есть вариант атаки только под левую руку. Но многие спортсмены по-прежнему продолжают бить именно в левую от разбоя лузу. Вот, конечно, красиво получился такой удар с подстраховкой. А, ну, я раскатила пирамиду, Диана. Ну, и сейчас, конечно, позиция открыта. Все есть для того, чтобы не подпустить Олега к столу в этой партии. Очень смело сейчас было подкатывать именно на тихом ударе. Ну, когда есть уверенность в собственных силах ударов, конечно, такое можно позволить себе исполнить. Как раз мы наблюдали сейчас, какая резка была у этого чужого. То есть в случае подката на плотном ударе чужой мог только свалиться на борт. Был еще вариант на верхнем для более плотного удара сделать перевод в противоположную середину от борта. Но Диана в очень классной форме находится и смело сыгрывает такие удары. На полпути уже и в этой партии пройдено, Дианой. Да, сейчас даже если ни одного выхода не сделать, то три шара еще на столе. Но все-таки подпускает Олега. Анастасию Лупову мы видим на экранах. Очень известная бильярдистка. Иронова, 4-0. Ну и организатор турниров. Ну, она, кстати, практически, ну, может быть, не на всех матчах, но очень часто среди зрителей присутствует. Решительный чужой от Олега. Немножко поудобнее теперь бить в противоположный угол. Именно вот этого чужого. Можно делать, по-моему, перевод на мягком, но нет. Олег выбирает перевод от борта через стол. Да, ну, такие, еще тут буквально там пару таких ошибок. И, в общем, можно будет окончательно с букмекерами согласиться. Прекрасный подбой. И что, перевод на нижнем в противоположный угол. И снова едва не застревает шар. Но причем этот-то гораздо проще, чем тот, который был первым в этой партии. Ну, самое главное, что не застревает. Самое главное, что падает. В данной ситуации психологически это, конечно, очень работает. Да, потому что если бы такой застрял, то можно было бы отъехать, конечно, даже самым классным мастерам. Чужой с левой. Уверена. Катится прицеп и есть. Ну, что ж, вот так вот за меньше, чем 30 минут сыграли 5 партий. И по их итогам Диана Миронова лидер этого поединка. 3-2. Ну, и самое главное, что меньше ошибок она допускает. И гораздо понятнее, даже я бы так сказал, ее решение, выбор ее ударов. А вот у Олега, к ударам Олега порой возникают вопросы о его замыслах. Да, здесь я с вами полностью согласна. Ну, и статистика этой партии, которую заняла 5 минут в пользу Дианы Мироновой. Дианы Миронова лидер этого поединка. Ну, и что ж, вот так вот. Да. Продолжение следует. Продолжение следует... 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 Ну, конечно, перерывы очень помогают, и спортсмены хорошо знают, как привести себя в тонус. Если не знают спортсмены, то знают их тренеры. Но другой момент, что не всегда после перерыва можно подойти к столу в партии, и тогда, конечно, настрой... И реализовать, да. Да, и настрой тогда любой тает, хочешь не хочешь. Ну, а Диана, похоже, это, в общем, ее тактическая задумка, да, она не идет на неоправданный риск. Ни в коем случае. Она играет очень аккуратно, очень осторожно. Да, бросков мы пока что не наблюдали непонятных. Пока что такая игра, если можно так сказать, по учебнику. Ничего нет, отыгрывается. Я подумал было, что Олег опять идет на похожий удар, который исполнял в четвертой партии, с которого как бы и началось очередное шествие Дианы Мироновой. Но нет, он отыгрался. Он принял вот этот тактический вызов Дианы Мироновой. Взяла дополнительное время Диана, едва ли не первый раз в матче. Да, потому что как раз таки своим отыгрышем она сейчас усложнила себе позицию предыдущим, потому что мы видим единственный шар на другой половине стола, который стоит активно и контролирует как минимум всю ту половину стола. Ну, есть два борта просто битком. В идеале, конечно, в этом ударе нужно было биток не выкатить за пирамиду, а ставить на середине короткого борта, чтобы не было возможности играть с Вейка никакого. Сейчас вот есть вариант как раз таки дальнего, который просматривает Олег. Он, конечно, очень непростой. Или вот этот чужой, вероятнее всего, с подбоем от двух бортов. Но Олег отыгрывается. А по замаху можно было предположить, что будет чужой. Сейчас можно развести просто шары по двум длинным бортам. Можно сделать... Не успела я рассказать вот этот удар, как его уже Диана исполнила, но неудачненько. Неудачненько. Мы видим, что биток близко к средней лузе. Во-первых, потому что удар тихий. И во-вторых, потому что очень много правого вращения. То есть для того угла, который был, можно было давать немножко меньше, чтобы шар не так закрутился. И вот сейчас удар на партию. При том, что так стоит пирамида прямо на партию. Так это подбой, если Свояка будет играть. При таком подбое, да. Да, а на такой силе другого подбоя, в принципе, не могло получиться. И тут я бы тоже поаплодировала Олегу, если бы находилась в зале. Независимо от того, за кого бы я болела в этот момент. Потому что удар действительно важнейший. И может позволить... Как пел классик, вы оцените красоту игры. Да, и может позволить вернуться Олегу как раз-таки из вот этой небольшой ямы. Вот, кстати, идеально сейчас остановил биток. При такой постановке шаров в сантиметр вправо-влево. И уже будет что-то замазано. А сейчас как раз-таки свой открыт и чужой открыт. И нужно как минимум не испортить позицию, которая сейчас есть на столе. Ой-ой-ой, вот это вот ошибище. Просто огромная, фатальная ошибка после того блестящего сваяка. Задумка была в том, чтобы вот восьмой шар оставить сейчас. Но мы видим, что задел предыдущего и давал как раз-таки левое вращение для того, чтобы иметь возможность потоньше попасть и оставить прицельный шар у Лузы. Но, на мой взгляд, перемудрил. Потому что в этой позиции надо было бить любые и просто оставлять то, что есть. Он давно ходил же. Он же перед предыдущим ударом прицеливался к этой группе, к такому варианту. Решил сыграть иначе. Потом снова вернулся. И так долго думал, и не нашел, не исполнил этого решения. Да, но вот это очень грубая ошибка, которая, опять-таки, может стоить не только этой партии. Потому что с Дианой не будет прощено. На середину. Да, и при таких идеальных выходах. Обидно, конечно, когда сам себе создаешь такую позицию, какую создал Олег, когда исполнил сложного своика с подбоем. И потом вот так вот, даже не побоюсь этого слова, бездарно ее отдавать. Да, к сожалению. Да, и в общем, по-прежнему достаточно вариантов Дианы. Семь шаров. Если бы это был классический матч, когда можно самому брать перерыв, то после этой партии просто необходимо взять перерыв, чтобы постараться успокоиться и прийти в себя. Да, у Дианы вот такое ощущение, что не видно каких-то откровенных слабостей. И на коротких расстояниях она уверенно играет. И на дальних шарах, и свои, и чужие, и выходы. То есть, в общем, все при ней. И даже вот, в принципе, при такой позиции, да, 10 секунд на удар потратила, и все. Снова решил в свою пользу. 4-2. Уже в ее пользу. Это, конечно, для Олега неприятная ситуация. Но Диана Миронова опытный игрок. И на этом турнире, в частности, мы помним, что на самом первом турнире в 2020 году она играла в полуфинале. Да, тот полуфинал, ну, скажем так, был проигран в одну калитку. 1-7 Азизу Мадаминову, но потом уже успела не раз взять реванш. У Азиза единственное, что обидно, конечно, с Азизом. И вот на турнире 2022 года она билась только за выход в полуфинал. И это была совершенно, конечно, невероятная баталия, когда Диана в контровой партии вела. И не реализовала до конца все свои шансы. И Мадаминов вырвал буквально из рук Дианы Мироновой этот пропуск в полуфинал. Ну, а что касается Олега Яркулева, то он первый раз играет на этом турнире. Четвертое его издание. Ну, подра... Нет, вру. Второй раз, да. В прошлом году тоже играл, да. Проиграл тогда Крыжановскому. И потом за выход в полуфинал Салтовскому из нижней сетки. Но вот дальше этих... Первый раз он попал в полуфинал. И, может быть, здесь опыт участия в полуфинале этого турнира тоже еще немножечко помогает Диане. Еще один шанс выдан Яркулеву. Ну, пока что непонятно, шанс ли это или это просто шанс отыграться. Ну, надо повнимательнее посмотреть. По-моему, вот... Да, решает отыгрываться. Ну, уже, видимо, лимит рисков исчерпал, Олег. Притом, что еще, конечно, очень много времени, еще больше часа игрового времени. И, тем не менее, мы так уже отдаем почти безоговорочные шансы Диане Мироновой. Да, ну, вот надо отметить вот эти оба удара в этой партии. То есть первый свояк в центр, он был, ну, сложнее среднего как минимум. И вот этот чужой тоже, когда был вариант отыграться, то есть такой очень бросковый. Даже более бросковый, чем предыдущий свояк, потому что огромная резка. И, опять же, большая вероятность в случае ошибки подбоя пирамиды. Сейчас у Олега есть возможность подбить. Ну, подбить-то Диана-то не подбила. Да, но обычно в таких ударах, когда при недоборе, когда шар летит сначала в длинный борт, а потом в короткий, то получается подбой. И, тем более, на такой силе мы понимаем, что подбой очень громкий. Вот, в отличие от подбоя Олега, который как раз-таки тихий. И сейчас, конечно, вот эта парочка в левую нижнюю лузу, она есть, но она тоже большая, резкая и очень сложная. Если там что-то в пирамиде видно... Под таймер. На последних секундах исполняет Олег. Исполняет Диана. Идеально. Ну, отыгрался и спокоен, как говорится. Штраф. Задел второй шар. Ну, с этого ракурса похоже, что задел. И вот не стал играть вот эту пару. Можно было, конечно, на огромной резке тоже попробовать и подбить от трех бортов. Но надо смотреть, конечно, как именно стоят шары. Перевели игру в позиционную. Конечно, периодически будут появляться какие-то варианты сыграть либо Свойка в отскок. Либо какого-то чужого на огромной резке. Но вот Олегу так точно этого не нужно, учитывая, что он проигрывает две партии и то, как он их проиграл. То есть, конечно, не в лучшем настрое сейчас или, может быть, не в лучшем состоянии находится Олег в эти минуты. Не знаю, я, конечно, не профессионал, но вот я пересматриваю этот эпизод. Мне кажется, что не было там штрафа, что просто биток соприкасался с еще одним шаром, который как раз и подвинулся немножко после этого удара. Кием его не задевал Олег. Ну, это, конечно, видно только на замедленной съемке. И сейчас не так просто это увидеть. Ну, судейская бригада у нас профессиональная. Поэтому, в общем, мы ее решение сомнениями не подвергаем. Юрий Сагайдак. Один из лучших и профессиональнейших арбитров. Снова отыгрыши, снова тактическая борьба. Конечно, то, что наошибался Олег в не самых, скажем так, сложных ударах, это тоже не добавляет ему уверенности и вот в моменты, когда начинаются отыгрыши. Тоже есть какие-то сомнения, тоже есть желание, может быть, еще рискнуть. И вот тот самый риск. Не то чтобы это шар какой-то бросковый, но он непростой. И часто, когда серия отыгрышей затягивается, то потом сложно вернуться в этот ритм, когда нужно много забивать и спокойненько сыграть, особенно что-то на сильном ударе, либо какой-то отскок. Ну, вот Олег сыграл, и даже были подбои. Но после них ничего нет. И сейчас несколько вариантов отыгрышей. Вот как раз эту пару можно просто перекатить через середину. Можно сделать это чуть посильнее, чтобы как раз-таки оставить одного сторожа. Но вот эти вот подбои и касания пирамиды, они зачастую выходят боком. Их тоже нужно просчитывать. Вот мы видим сейчас пару, которая образовалась. Конечно, там есть резко, и приходится бить через шар. Придется бить, если Диана выберет именно этого чужого. Но если решит оставить Олегу, в принципе, не ошибка. Спасибо. 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 Ну, и вот бросок сейчас от Дианы. Такой свояк. Видим, сколько не добило. То есть совсем не так планировал попасть. И, скорее всего, этот свояк был не в полшара, а тоньше. Что, конечно, придает сложности самому удару и подбой, который мы наблюдаем. Да, но Олег прощает. Вот это, конечно, куда проще у него был чужой. Понятно, что хотел подбивать, добавлял немножко левого, но многовато перебил. Не попадает Диана сейчас, как планировала, в шары. Для того, чтобы как-то изменить позицию. И придется играть дальнего своего, который на этот раз значительно проще, чем предыдущий. Такой немножко рисковатый удар. Была близка, но не попала. И вот этот выход. Не думаю, что он запланирован. Но для Олега это, конечно, хорошо. Миронова 1-3. Не доводит Олег биток до угловой лузы, как планировал. Видим, что шар идет с небольшим вращением. А чтобы довести до угловой лузы, нужно было, конечно, его помощнее дать. Это во-первых. А во-вторых, недостаточно резкие, чтобы этот удар стал попроще выглядеть. Ну и снова придется поотыгрываться. Можно поставить биток к шарам у короткого борта чужой, перевести через середину, если говорить про эту пару. Можно, конечно, сыграть чужого. Опять же... Все-таки решает играть по лузе, нет? Ну, решает, видимо. И здорово получается. Вот сейчас, похоже, уже открылся нормальный слой. Ну, почти, почти докатился. А второй, очень похожий на предыдущий, не получился. Немножко перебивает. Я думала, Олег чужого планирует бить в этой ситуации. Но выбрал такого же свояка. Ну, Диана продолжает свою тактику. Мне кажется, что, в общем, она абсолютно осознанно идет на вот эти вот игры с самого начала. Особенно сейчас это актуально, когда она уже определенное преимущество в счете получила. Конечно, думать о затяжке времени нереально еще, рановато. Все-таки еще... А, ну, ровно час. Ну что, при идеальном раскладе можно пробовать подбивать. Ох, мог и упасть и биток. Да, но по задумке от длинного борта биток должен был попасть вот как раз-таки в это скопление шаров у короткого. Вот мы видим левое вращение, без которого такая задумка не может быть реализована. А вот это поворот. Уже когда такие шары... По удару Олега такое ощущение, что он в этой ситуации делал какой-то выход. Но когда у него шесть шаров и два шара стоят около лузы, можно было забить сначала один, а потом придумать второй, уже не думая о выходе, учитывая, что на счету каждая партия и отрыв уже становится критичным потихоньку. И шесть шаров-то уже было забит. Ах, жалко, не подбила Диана. Да, и даже если бы у него было семь, и он ничего не придумал, как бы забить этот шар в центр, в чем я, конечно, сомневаюсь. Но вот сейчас... Семь бы уже все равно было бы железной. Конечно, совсем другая история была бы. Вот сейчас жалко, что нет прибора, который замеряет пульс. Мне кажется, у Олега там шкалят уже все показатели. Ну, такое напряжение и такие ошибки. Сейчас прикатится на дальний борт. И уже оттуда особо не поднимется шар. Нет, все-таки немножко поднялся. Хватило энергии. Вот этот предыдущий свояк у Дианы, он был очень толстый. И при таком соударении сложно попасть в другую резку, чтобы рассчитать подбой. То есть в любом случае нужно попадать очень толсто. И в этой ситуации Диана пыталась винтом немножко доработать, но это было действительно сложно. Ну вот интересно, мы партию наблюдаем. Количество шансов у обоих спортсменов непривычное для этого турнира и, в принципе, непривычное для игроков высокого класса. Ну, здесь, в общем, многое можно понять. В принципе, Диана может уже начать так чуть-чуть подумывать о финале. Олег, в принципе, мне кажется, сейчас не очень понимает, о чем думать. Вот, поэтому мы видим такое количество ошибок. Но это ведь тоже любопытно понаблюдать за тем, как из этого выйдут один и другой. А может быть, кто-то и не выйдет. Может быть, так и останется в этом состоянии. Поэтому это тоже, в общем, я думаю, что многим, кто играл сам, это тоже знакомо. Конечно, это знакомо любому спортсмену. Но если говорить, кто о чем думает, вот мне кажется, Олегу надо единственное, о чем перестать думать, так это о выходах. Вот, как минимум, в этой партии. Потому что мы видели уже, как минимум, две ошибки. Просто удивительно, что они не стали роковыми в этой партии. И до сих пор мы не видим счет 5-2. И вот сейчас Диана сыгрывала этого чужого и резко позволяла ей, в принципе, немножко правого винта, чтобы попасть, чтобы подбить бортовых. Возврат битка обратно в пирамиду. Интересно, конечно, что в своем предыдущем подходе Олег выбрал бить именно дальний свой, при том, что у него был чужой на той половине, который все-таки полегче. А по поводу вот этого удара не могу не отметить, что при такой постановке есть риск как раз-таки задеть бортовые шары. И мы видим, что немножко Олег даже поменял удар для того, чтобы попытаться его забить. Да, вот Диана так смотрит на наклейку, и звук действительно такой очень странный был, дребезжащий. Практически идеально выполнил этот удар Олег. Олег не стал играть в свои кап, потому что, опять же, в который раз одно и то же, прицельный шар полетел бы в эти бортовые. Диана часть своего времени тратит на то, чтобы еще и еще раз посмотреть, как они там встали. Не, я думаю, она сейчас смотрела именно, есть ли какой-то отыгрыш простой из этой пирамиды, потому что в противном случае приходится играть с борта и еще идеально попадать. Ну вот, что ж, этот свояк выглядит довольно перспективным для Олега, хотя бы на один шар, потому что он не идет в подбой. Ну и если крайний слева шар открыт, то можно попробовать. Конечно же, неудобно, что рядом стоит, по-моему, 14, потому что немножко правое вращение бы не помешало. И вот и происходит тот самый подбой. Да, было бы, конечно, интересно, если бы еще упал шар после этого соударения в правую угловую лузу. Но вот если вы обратили, Игорь, внимание, какой сам по себе удар был сейчас у Олега, то есть он был такой очень короткий и зажатый. Свояки. Дерганы, да. Да, дерганы очень удар. И для этих свояков это, конечно, фатально, потому что угол захода не самый простой. И малейшее вот зажатие, малейшее что-то. Ну что, есть ощущение, что будет 5-2. Ну не очень довольны исходом, Диана. Ну, потому что сейчас уже катнуть нельзя и нужно делать другой выход, похоже. Немножко перекатилось через середину. Да, далековато. Можно, конечно, на мягкой оттяжке его играть, но вот на мягкой оттяжке... Нет, есть, есть. Мне почему-то... С левым вращением. Потому что он близко к борту стоит. Ближе к борту. Да, сейчас, конечно, нужно идеально попасть. Шар очень непростой. Вот мы видим сейчас и левая, и нижняя. И не добивает. И вот что, похоже, в центр прикатывается. Нет, переходит. Повезло Диане, потому что несколько ударов назад в похожей ситуации Олег даже не стал бить такого чужого. 7-7. Ну что ж, может быть, может быть, вот после такой долгой партии, самой долгой партии в этом матче... Я думаю, что сколько минут? Наверное, 15 она продавалась. Может быть, даже в этом турнире самая долгая партия. Да. Тут, в общем, надо поднимать всю статистику. Ну, может быть, какие-то шансы для Олега, по крайней мере, воспрять духом. Ох, даже 21 с половиной минуту продолжались. Продолжалась эта партия. Часто бывает. Обратите внимание на количество промахов. 7 у Олега, 8 у Дианы. Это тоже... Это очень много. Не помню, чтобы мы наблюдали такое количество в других матчах. Да, безусловно, безусловно. Ну, просто обычно там один-два раза промахнулся, и уже все, уже о чем дальше разговаривать. Уже все. Да, просто когда так было 15 опромахов, 7 или 8, соответственно, 50% результативность. Ну, сейчас... Там процент, наверное, другой немножечко, потому что еще были отыгрыши. Нет, это именно... Я говорю именно атака и результативность. Отыгрыши отдельно в статистике идут. И тем интереснее понаблюдать, как эта партия скажется на обоих игроках. Вот, конечно, болельщики тоже все прекрасно понимают. С одной стороны, если бы Диана забрала все-таки эту партию, шансы Олега, ну, стали бы вообще мизерными. Потому что 5-2 и 4-3 — это очень разный счет. Две большие разницы. Ну, мне кажется, Диану это только разозлило. Ну, как бы шанс она еще один оставила Олегу. Сравняй счет. Чуть-чуть не добила совсем. В сомнениях Олег. И тем не менее, справляется, конечно, сложнейший шар. Очень близко между собой и еще и резко. И иметь смелость катнуть в такой ситуации, это, конечно, дорогого стоит. Видимо, все-таки победа в прошлой партии пошла на пользу его моральному состоянию. Поднимется, поднимется шар. Ну, как минимум, еще один такой же свояк есть, но, наверное, чужой в правую нижнюю сейчас поинтереснее выглядит. Спасибо. Спасибо. Вот как раз тот самый свояк, который дожидался своего момента. Ну, и сейчас, конечно же, не без везения образовалась вот эта пара. И в случае забития можно мало того, что подкатить. Но мы видим, что за той парой стоит еще одна, которую можно сыграть на перспективу. Как раз шары, которые 3-4, да. Практически как в утренней гимнастике. Раз, два, три, четыре. Нехороший перевод. Да, вот это уже без везения. Это такой запланированный сейчас перевод и запланированный очень тихий удар. Ну что ж, еще равный счет. Равный счет. Пока еще, конечно, чепчики вверх бросать не будем. И браво кричать. Пока просто констатируем, что ценой каких-то невероятных усилий Олег сравнял счет. Да, конечно, без везения не обошлось, но факт остается фактом. Нет, эту партию здорово сыграл Олег. Нигде не ошибся. Ну, усилия главные были в предыдущей партии. Счет равный. В общем... Четыре чужих, четыре своих мы видим. Как раз-таки один из свояков стал для Олега очень полезным в этой серии. Определяющим. Определяющим, да. И без вот этого выхода, который получился, сам по себе вряд ли можно было бы спокойно забить восемь шаров. Ну, а сейчас очень многое будет зависеть от начального удара. Олега, как это не банально, звучит. Потому что вот после всех тех проблем, которые были в первой части матча, первой, третьей, взять сейчас и вырваться вперед. При том, что, ну, в общем, по большому счету каких-то... Ну, да, получается, в седьмой партии были ошибки у Дианы, но нельзя сказать, что ее игра как-то так прям уж развалилась. Нет, не развалилась, конечно. Все-таки я не могу не проводить параллели этого матча и матча Олега Яркуляова против Дмитрия Шкоды. Точно такой же провал и точно такое же возвращение. Просто чуть-чуть с другим счетом. Ну да, сейчас, пожалуй, вот в данный момент я соглашусь. Приму эти параллели. Ну и сейчас снова ничего простого. Вот есть, кажется, есть два чужих с этого ракурса. Кажется, что виден чужой. Ну и, конечно же, восьмерка, нарезки. Можно сделать попытку вернуть на оттяжке. Но после этого удара уже будет неактуально то, что я сейчас говорю. Да, такое солидное улучшение позиции, но еще пока не финальное. Еще надо работать над этой позицией. И приходится Олегу брать дополнительное время для того, чтобы получше подготовиться к этому удару. чужой на нижнем, просто под бой. Ну это как раз то, о чем мы говорили, что Олегу в какой-то момент надо перестать думать о выходах. Да, и не усложнять себе жизнь, а пользоваться открытой позицией, когда уже, в принципе, почти все готово. Немножко по размерению, мне кажется, сейчас сыграет Олег, чем в начале матча. Да, но вот так долгая партия. Нет, ну я имею в виду просто, что он на каждый удар тратит времени больше. Ну, в общем, это и логично. Это необходимо. Это правильно. Конечно, с одной стороны мы говорим, что хорошо бы играть в своем темпо-ритме все время, но иногда просто без этого не обойтись, чтобы где-то чуть-чуть больше внимания к каждому удару. Да, Олег, в принципе, не самый скоростной игрок и начал он в бодром темпе, а сейчас я бы сказала, что он просто приблизился к своему, а не как-то специально замедлился. Ну, опять же, вот та партия, которая самая длительная партия, возможно, даже этого турнира, она тоже сбавила темп всего матча, потому что количество ошибок огромное, нервы тоже уже проявляются все сильнее и сильнее. и цена ошибки действительно возрастает с каждым ударом. Субтитры создавал DimaTorzok под звуки таймера очередную партию Ския забирает Олег Юркулев. Да, три партии подряд выиграл Олег, 2-4 шагнул в лидеры. Ну да, в общем, ему не привыкать такие камбэки совершать. Ну и с другой стороны можно смотреть, что действительно из четырех последних матчей в нижней сетке три выиграли те, кто не считался фаворитами. И четвертый матч это как раз матч Яркулева против Шкоды, где считавшийся фаворитом Яркулев поначалу проигрывал. Ну, можно, конечно, начать какие-то мировые заговоры усматривать, но это на самом деле говорит о том, что действительно состав турнира такое, что каждый может обыграть каждого. И очень многое зависит от того, в каком игроксостоянии именно здесь и сейчас. Прежние какие-то титулы, заслуги в такой компании, ну, может быть, Дмитрий не самый титулованный игрок, но у всех остальных титулов побед предостаточно или призовых мест на самых крупных турнирах. И этим как раз турниры интересны. Да, очень часто бывает, что матчи проигрываются буквально на одной-двух ошибках, даже матчи на большой дистанции, даже матчи с большим количеством времени. Можно назвать один и тогда два удара, которые зарешали судьбу. Да, предопределили исход. Вот сейчас неудачный разбой у Дианы, видимо, исходка не добила. очень тонко. Очень тонко. Ну что, подбой? Нет, не подбой, мягкий перевод. по-моему, немножко раньше тогда стоило бы остановить биток, чтобы с длинного борта можно было играть. да, либо добавить правого, чтобы отскок немножко другой был. Ну, здесь хоть пирамида практически не тронутая, но вот есть пара вариантов, с которых можно неплохо раскрутиться. Опять же, нашими любимыми подбоями, либо, если мало резки, прокатами, либо переводами вдоль короткого, в общем, классическими выходами в свободную пирамиду. Сейчас интереснее, где встал другой шар, вот который подбил первый. Если он там остался около лузы, а он вообще в лузе. Ну, вот такое рассчитать, конечно, вряд ли было возможно, но это значит, сейчас фортуна явно за Олега. Да, иногда такие подбои идеальные можно просчитывать, иногда это намного сложнее, но вот сейчас что интересно, что под левую руку стоит пирамида, и не всегда есть смысл скатывать, то есть наступает момент, когда нужно подбивать, вот как раз сейчас именно такой. И Олег очень правильно сделал, что катнул предыдущий удар и поставил шар на резки, не оставил под прямого, потому что на прямом подбой был бы просто невозможен. к вопросу о том, что надо ходы просчитывать на 3-4 шага вперед, удары просчитывать. Все чаще и чаще Олег исполняет удары под звуки таймера. Сейчас еще подбой, так, а каков результат? Результат идеальный. Нет, не идеальный. Не совсем. Конечно, лишний шар на свой счет записан, это маленький плюсик, но вокруг него много жирных минусов, можно было в эту лузу партию закончить. Да, но сейчас есть как минимум свояк в эту же лузу, но и вот этот чужой центр с нашего ракурса выглядит сложным. По крайней мере сложнее, чем вот этот свой, который сейчас будет бить Олег. Мягкие свояки у него сегодня получаются здорово. Ну и вот где взять восьмого? Левой рукой центр, который очень тяжелый, ну и либо через стол. Ну, Олег выбирает левой рукой. до 6-4. И в прежние времена мы бы уже заканчивали матч, но у нас еще впереди полчаса баталий. очередной пятиминутный перерыв. После 10 сыгранных партий, но если на предыдущий перерыв Олег уходил весь в сомнениях и волнениях и переживаниях, то сейчас, конечно, обратная ситуация. Да, сейчас Диане нужно перенастроиться, успокоиться и принять необходимые меры для того, чтобы менять ситуацию. Спасибо. 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 . Не знаю, замысел ли это какой-то от наших режиссеров и операторов. И после первого перерыва они показывали именно с желтыми шарами елочку и сейчас снова желтую. А желтый это в сегодняшнем матче цвет Олега Яркулева. Ну вот сейчас мы видим его ошибку, но это была на самом деле едва ли не последняя его ошибка в матче и после этого как это неудивительно дальше и вот эту очень нервную седьмую партию и затем дальше одна за другой выиграл он и проигрывая 2-4 повел 6-4 в общем конечно ситуация действительно изменилась но теперь надо понять как-то прощупать в каком состоянии Диана находится готова ли она перевернуть ход матча еще раз это конечно наверное самый важный сейчас вопрос и многое будет станет многое понятно будет когда Диана будет разбивать пирамиду но два последних раз боя заявить о том что все-таки и у нее есть нервы да предыдущий перерыв хорошо сказался на игре Олега вот сейчас Диане на очередь воспрять показать на что она способна с начала матча было просто блестящее в ее исполнении ну что ж вот по всему матчу процент ошибок у Дианы как это не удивительно казалось бы еще несколько минут назад но гораздо выше процент ошибок 26 против 18 у Олега понятно что выиграв 4 партии подряд Олег свою статистику кардинальным образом исправил и такая впечатляющая серия из 24 подряд забитых шаров 4 партии одна из них была очень нервной мы в тот момент еще когда выиграл Олег говорили она очень многое может решить она очень многое может дать Олегу и действительно так и получилось подарок подарок Диане на Рождество или на Новый год да очень хороший шанс нетрудно понять в такой позиции что у Дианы много вариантов как эту позицию сыграть как максимальную серию исполнить ну и конечно же начать с того который ближе всего к Лузе как она технично оставляет двенадцатый в створе сейчас уже можно в принципе катнуть можно не бить но похоже будет на ударе противоречивые у зрителей оценки кто-то защелкал кто-то начал аплодировать и осекся ну да потому что сам удар не был сложным и странно аплодировать за шар около Луза вот за этот удар можно уже посмелее и забит шар и выход сделан великолепный в принципе все в руках Дианы еще 25 минут с лишним играть и отставание в две партии можно ликвидировать безусловно можно вот сейчас конечно не в ее пользу отскок от губы на обратном пути у прицельного шара произошел но есть еще чужой осталось найти восьмой а нет еще шесть только шесть шаров запят у Дианы а вот этот чужой с подбоем сыгрывала Диана его можно было сыграть и без подбоя то есть если бить чуть ниже центра мы видим что верхнее вращение придавало чтобы попасть в пирамиду и конечно верхнее вращение на таких ударах значительно усложняет реализацию шар достаточно близко к борту стоял ну и опять же вечная дискуссия нужно ли было именно на верхнем потому что чуть ниже центра удар проще плотнее и при такой резке шар может что-то подбить либо просто вернуться на эту же половину дав возможность закончить эту партию ну теперь мяч на стороне Олега и кинь на стороне Олега комфортная резка как для перевода на нижнем так и для попытки от борта оставить в этой же зоне биток Олег выбрал второй вариант но немножко назад все-таки покатился шар и получается такой страховочный вариант что если не очень точно выполнить выход то есть вариант как раз таки в правую нижнюю лузу исполнить вот этот чужой а с этой резкой на нижнем вращении подбить бортового очень прицельный подбой мы видим что сейчас позиция с одной стороны упростилась но в эту же лузу сложно несколько шаров забить можно попробовать катнуть через шар рискованный опять же вариант очень рискованный вариант конечно ну Олег в общем правильно мы говорили еще после вот первого перерыва все-таки понял что ему сегодня надо играть все-таки проверенными вариантами эксперименты тем более в открытых позициях да эксперимент можно оставить для каких-то других поединков сейчас и борьба за выход в финал и в общем финансовая составляющая немаленькая ну что придется все-таки через шар сыграть через шар может быть свояк как раз и будет нет все-таки через шар частая ошибка на таких свояках когда шары стоят очень близко друг к другу сложность в том что в длинном движении во-первых то есть получается такой короткий зажатый удар и зачастую когда шар при этом попадает в створ он просто застревает потому что энергии мало длины мало и нет скажем так оснований чтобы провалиться дальше в лузу это с одной стороны а с другой стороны нет возможности дать какого-то бокового вращения чтобы упростить себе забитие и получаются вот такие ошибки очень хорошо сейчас сыграла Диана награды выигранный фрейм общий счет 6-5 6-5 ну что ж и снова интрига к нам вернулась ну вот это как раз наверное еще один плюс организаторам то что увеличили время проведения таких значимых матчей полуфиналов и здесь за это время больше перемен скажем так случается с игроками да понятно что все там два часа игры на абсолютно одном уровне отыграть очень-очень сложно не скажу что невозможно но очень сложно и поэтому то один может сыграть ярче но потом чуть-чуть ошибиться и как-то ну задергаться и потратить время на то чтобы привести себя в порядок в это время как раз выстреливает другой на каком-то подъеме и мы получаем гораздо более интересное течение поединка потому что в принципе по регламенту 85 минут Веркулев бы выиграл да 6-4 он вел тот момент когда 81-82 82 минута матча заканчивалась там просто бы не играли уже больше ничего а так получается что у Дианы прекрасные шансы на камбэк в ее исполнении но с другой стороны если бы матч был 85 минут тогда развязка была бы другой ну про той какой будет развязка сейчас мы не знаем да я имею ввиду что нельзя говорить что был бы тогда такой же счет 6-4 то есть какие-то решения принимались бы по-другому исходя из того что там например до конца матча остается 15 минут уже стратегия и тактика все уже меняется я же говорю о том что мы просто получаем большую палитру эмоций это безусловно конечно мы получаем палитру эмоций а болельщики обоих спортсменов получают еще больше эмоций и потраченных нервных клеток ну что с подбоем или с выходом ну и надо отдать должное Диане да мы говорили что два предыдущих ее разбоя были ну не ахти и она внесла коррективы да и пока что мы наблюдаем что перерыв очень положительно сказался на Дианиной игре вот сейчас не удался подбой и позиция закрылась из пирамиды ничего нет придется отыгрываться похоже неужели где она смотрит свой маловероятно я думаю она смотрит вариант развести по двум длинным ну да можно еще проще сделать просто биток перекатить через середину миронову 3 0 неужели Олег рассматривает этого чужого с левой руки на секундочку ну самая простая это конечно вот эта пара просто можно сделать два борта чужим можно два борта и поднять немножко выше но Олег делает просто два борта в случае если бы он сделал этот удар немножко сильнее и на битке попал пониже прицельный шар оказался бы за пирамидой вот сейчас Диана как раз таки исполняет точно такой же удар лишая Олега возможности повторить простой отыгрыш который был в предыдущей позиции и вот сейчас уже придется придумать что-то другое но видимо ближайший в пирамиде к нам шар просто сделать два борта вот сейчас его Олег посмотрел хватает ли там угла хватает ли резки но похоже все-таки не хватает вот сейчас опасный да опасный удар от Олега потому что вот этот подбойчик небольшой может принести последствия ну по-моему обошлось ну возможно другой подбойчик принес последствия чужой направо да конечно же будет его бить Диана без сомнений играется но что называется без несчастья на первый взгляд ну левый можно конечно и до свайка дотянуться вопрос надо ли потому что тихий удар опять же может застрять а какого-то понятного продолжения после этого удара не намечается ну видимо Олег также оценил ситуацию и снова возвращается вот а нет другой шаг играет отыгрывается возможно разводит по двум длинным да судя по силе ну и не очень доволен своим ударом Олег толстовато он попал если бы попал чуть тоньше то оба шара остановились бы в районе линии которая проведена между двумя длинными бортами а сейчас у Дианы свояк с которым она отлично справляется спасибо спасибо У Олега тоже есть свояк в правую нижнюю лузу, если он проходит мимо пирамиды. И как раз, судя по настрою, Олег планирует его бить. Ну и тут очень возможен подбой. Но нет. Подбоя, самое главное, не случилось. Да, подбоя не случилось. Я думала, что свояк на более сильном ударе, что он толще стоит. И в этом случае мог бы произойти подбой. Но да, на такой резке, конечно, невозможно было бы это сделать. Ну вот забили по одному шару и снова отыгрываются. Выглянули из леса и обратно. Еркулев 1-4. При таком темпе игры с таким большим количеством отыгрышей, Диане сейчас уже надо посматривать на таймер и понимать, что отдавать-то эту партию нельзя. Да, здесь другая история, что как раз если она как-то рискнет, очень неоправданно, то отдаст. То есть здесь, учитывая, что еще 10 минут, надо эту партию забирать любой ценой. Может быть как раз и не забирать партию, не в плане, что рисковать, чтобы забрать партию, а как раз наоборот, играть очень аккуратно, чтобы точно не проиграть. Да, это как раз таки в данном случае называется выкатывать. Да, мне кажется, давно Диана столько не отыгрывалась, как в этом матче. Хотя у Олега может быть и такая же история, но видеть Диану так долго отыгрывающейся все-таки менее привычно, чем Олега. Здесь есть вариант тонко два борта в любую сторону, если дотягивается, можно и по правой. И вот сейчас за счет правого вращения шар раскрутился. Если бы его не было, то на такой силе просто не дошел бы до борта. Перевод чужого через середину. Отлично. Ну вот у Олега сейчас простое решение спокойненько перевести прицельный шар через середину и тоже не потратить ни время, ни усилия на этот удар. Диана может сделать то же самое, только нужно быть осторожной, чтобы случайно какая-то пара не образовалась. Как раз то же самое делает Диана. Вот здесь нужно повнимательнее уже быть Олегу, потому что мы видим резку. И как раз про что я и говорила, что нельзя выпрямить какую-нибудь пару. Сейчас, конечно же, пара не прямая в центр, но еще бы пару сантиметров, и шар уже стал бы конкретно простым. Ну, единственное, что вот битоку совсем у борта близко, да? Да, но это уже ошибкой прям это назвать не хочется, но погрешностью как минимум. То есть, казалось бы, простой удар всего лишь перекатить через середину, но нельзя упускать из внимания даже такие мелочи. Хотя это не то чтобы мелочи, как стоящий шар у борта на другой половине. И вот это вот грубая ошибка попадания в губу на этом отыгрыше. Конечно, отскок от губы — это всегда непредсказуемо. Иногда бывают такие ситуации, правда, не очень часто, когда после такого отскока позиция становится еще хуже, потому что появляется идеальный сторож. Но не в этой ситуации. В этой ситуации как раз-таки свояк, конечно же, будет играть Олег. Да, но, к сожалению, не ищем сыграть из остатков пирамиды. Тогда совсем было бы здорово. Да, и при такой силе на этих ударах прицельный шар прикатывается куда-то в зону центра. Что в данном случае, учитывая вот этот стоящий у правого длинного борта, еще один шар не очень хорошо для Дианы. А для Олега, конечно, обратная история. И вот сейчас мы видим резку этого чужого. Есть вариант даже подбить. А если не подбить, то есть вариант сделать выход. Не забивает Олег. Ну да, не последовало какого-то жесткого наказания за ошибку Дианы. Но надо отметить, что обменялись ошибками на очень простом отыгрыше. На одном и том же. То есть перекат одного шара через середину и один раз в губу, а второй раз просто почти выпрямилась пара. И вот у Дианы сейчас, ну, конечно, в центр сложнейший чужой. Мы видим, что биток стоит у борта, какая резка. Ну и, в принципе, неизвестно, надо ли. Вот задумка очень хорошая, но попадать в бортовой, опять же, нельзя было, потому что вот эта пара как минимум в центр появилась. Конечно, в таких ситуациях хочется иметь побольше времени, чтобы нормально принять решение, все взвесить и подумать про вот эти соударения, чтобы не допустить ошибку. Но вот не стал, Олег, бросаться на чужого. Ну, а он может сейчас тоже, в общем, достаточно спокойно играть. Если ему Диана откроет какую-то калиточку, то можно будет потом спокойно выиграть. А если нет, то все будет решаться в золотой партии или в золотом шаре. Я удивлюсь, если Олег будет сейчас бить этого свейка, как раз-таки учитывая счет и учитывая время. Дополнительного времени у него уже нет. Понимал, что у него в любом случае есть вот этот перекат через середину. Да, единственная опасность — не отдать под свейка. Сейчас он есть, но он очень тонкий, и мы видим, что и мост не очень удобно ставить Дианю. Да, это действительно непростой удар. Тонко в отскок, и толстовато попадает сейчас Диана. Вот этот свой, который есть сейчас у Олега, с этого ракурса в правую нижнюю лузу, он вроде как одиночный, но вполне возможно, что от двух бортов или от трех прикатится какое-то продолжение. Ну да, вот раз-два, и, похоже, дальний свой образовался. Ну, он очень нужен Диане. Сейчас уже просто как воздух. Да, сейчас основной вопрос, чтобы угол был хороший, чтобы он не был очень тонким. Он все-таки тонкий. Но он не рискует. Дело не рискует. Там резко очень была плохая, и можно было только подставиться. А забить вероятность крайне мала. Ну, она же теоретически все равно была, поэтому и не рисковала. В начале матча она такой похожий свояк играла. Вот мы помним, когда не добила. И сейчас ровно такой же свояк, только ситуация уже совсем другая. Так, ну, там была партия 21 минуту 30 секунд. Седьмая, да. Может быть, еще один рекорд. Блестящее исполнение Чужого. Видим, что немножко не хватило оттяжки для того, чтобы биток вернулся от борта в ту же лузу. Ну что, снова придется поотыгрываться. Да, конечно, нельзя никак Диане отдавать эту партию. Миронову, 6-2. Не самое простое решение сейчас исполнял Олег в этой ситуации. Могу сказать, что повезло, что ничего не отдал. Да, чуть-чуть бы еще докатись, прокатись вот шар на ближнем к нам длинному борту по картинке. Был бы свой. Да, просто в той ситуации можно было практически в лоб сыграть эту же пару. И биток поставить на короткий борт, это как минимум меньше рисков. Ну, думаю, что в этой ситуации Олег не будет бить Чужого. Да, заманчиво. Заманчиво, да. Но очень шумно. Да, есть вероятность золотого шара. А вот этого Чужого, может быть, даже и ударит. Потому что здесь нет подбоя. И вроде как меньше резко, чем была в предыдущем. Заслуженные аплодисменты Олегу в этой ситуации. В таком напряжении сыграть с борта нарезки Чужого максимально непросто. Ну, сейчас последует отыгрыш, конечно же. Свой на короткий. Ой, на длинный. Прошу прощения, да. Диана может просто катнуть эту пару, чтобы прицельный шар сделал два борта. Здорово сейчас сделала Диана, сыграв посильнее. Мы видим, что эта пара практически параллельно длинному борту стоит, что усложняет решение для Олега. А вот это может быть ошибка. И как раз таки своим предыдущим отыгрышем Диана заставила Олега ошибиться. Потому что если бы она выбрала самое простое решение, то Олег потом бы сделал ровно то же самое. Ну, ему, да, было бы гораздо проще. Ну, а вот сейчас что? Один перевод вдоль короткого, как вариант. Вот, решает не переводить. Освобождалась пара в правую нижнюю лузу сейчас этим ударом. Ну, что ж, такой матч должен был завершиться какой-то невероятной интригой. И, в общем, так оно и происходит. Итоги, после 117 минут счет равный. Да, и вот, если мы там вспоминаем матч Лепшакова с Дмитрием Шкодой, там за 85 минут сыграли 14 партий. А здесь за 117 минут сыграли 12 партий. Да, чуть подрос немножечко процент ошибок у Олега. Ну, и за последние 30 минут мы только две партии наблюдали. Да, да, да. Ну, это зато партия какого напряжения? Ну, максимальное напряжение мы будем наблюдать вот буквально через несколько секунд. Потому что сложнее и более нервно, чем золотой шар. Ну, да, тут уже ничего не придумываешь. Разбой Олега? Да. Какова ценность этого разбоя? Это третий же матч в этом турнире, который решается в золотом шаре. И с разбоя еще ни разу не забивали. Больше того не забивал. И, по-моему, в обоих случаях не забивал и тот, кто подходил. Дастан забивал? Нет, дастан разбивал, Левада не забил. И затем забивал Дастан. А вот у Арби с Никитой Левадой, по-моему, то же самое было. А, по-моему, сразу забил. Ну, в общем, сейчас все внимание на то, что происходит сейчас. Да, наши воспоминания сейчас никому не нужны и ни на что не повлияют. Ну, и поэтому уже Юрий Сагайдак там просто тщательнее не бывает. Все выверяет в пирамиде. И это первый золотой шар, забитый с разбоя Олегом. Ну, что ж, невероятно. Невероятная интрига и невероятное разрешение этой интриги. Но оба боролись невероятным образом. Оба прошли невероятно сложный путь психологический по ходу этого матча. И тот, и другой побывали в роли отыгрывающихся. И эта роль им удалась. Но просто уже, может быть, если бы было время еще, была бы нормальная обычная 13-я партия, может быть, Диана бы ее и выиграла на подъеме вот от двух предыдущих отыгранных партий после со счета 4-6. А так у нее просто, ну, Олег, можно сказать, не джентльмен шансов даме не оставил. Но, с другой стороны, здесь, в общем-то, не о джентльменстве речь. Здесь была битва, настоящая битва за выход в финал. Да, конечно, обидно Диане. Мы, можно сказать, даже ей сочувствуем, что не удалось вот и в этот раз выйти в финал. Но Олега с этим выходом поздравляем. И давайте дадим ему слово. Олег, ты в какой-то степени повторил сюжет матча с Дмитрием Шкодой. Там ты проиграл 1-4, здесь 2-4, догнал, вел впереди, и вот опять золотой шар. Почему ты так уверенно играл этот разбой? Не знаю, везет мне в последних шарах, в золотых шарах. Но постарался сосредоточиться и выполнить правильно разбой. По ходу матча были какие-то непонятные досадные ошибки. Почему? Я думаю, волнение все-таки за выход в финал и с очень сильным игроком. Поэтому не так просто было показывать свою игру. Твой финал через неделю. Поздравляю. Да, действительно, наши поздравления еще и еще раз Олегу Яркулеву, что смог он пробиться в финал. Хотя, если вспоминать, то как начинал Олег этот турнир с разгромного поражения 3-9 от Никиты Левады. И мог даже войти в историю этого турнира как обладатель самого крупного поражения. Ну, его немножко в этом плане выручили, достанули Пшаков и Дмитрий Шкода, сыграв 12-2. Но 3-9 это, в общем, тоже очень-очень болезненно. И тем не менее, правильно говорят, что не бывает побед без поражений. Поэтому надо пройти тяжелый путь и наградой за, если ты правильно этот путь прошел, станет большой успех. Да, и кто вы мог подумать, что именно Олега Яркулева мы увидим в финале этого турнира после его первого матча, о котором вы только что говорили. Нет, я думаю, что коэффициент на победу Яркулева после вот этого поражения 3-9 был какой-то космический абсолютно. Ну, что, мы много говорили о том, что Олегу, может быть, не хватает ярких международных побед, при том, что он пятикратный чемпион России. Кто знает, может быть, вот шанс на большую победу. Пусть это и не чемпионат мира, но, в общем, многие сильнейшие со всех стран собрались здесь. И это будет невероятная, конечно, битва. Пока мы не знаем, кто будет соперником Олега Яркулева, но узнаем через сутки. Дастан Липшаков против Арби Муциева. Оба полуфиналиста смотрели, мы уверены, смотрели этот матч и представляют себе, с кем им придется играть. Но осталось только распределить роли между собой. Да, безусловно, в этом матче Дастан Липшаков будет фаворитом. Но я бы все-таки не сбрасывал с счетов Арби Муциева, потому что в нижней сетке он выиграл два матча, не будучи фаворитом. Ему к этой роли не привыкать. Он знает, как с этими проблемами справляться, как сделать так, чтобы удивить и болельщиков своих, и чужих, и букмекеров удивить. Так что посмотрим, посмотрим. Ну а сегодня нам остается только констатировать, что мы посмотрели захватывающий абсолютно поединок с невероятным развитием событий, с огромным количеством красивейших ударов, часть из которых мы сейчас еще и еще раз пересматриваем. И вот этот забитый золотой разбой, даже я бы так сказал, это невероятно. Так что сохраните эту запись или пересматривайте ее на Ютьюбе. А мы благодарим вас за внимание, Александра Гизлс и заслуженный мастер спорта международного класса, чемпионка мира. И комментатор Матч ТВ Игорь Швецов благодарят вас за внимание. Всего вам доброго. До новых встреч завтра. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok